Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео! Биткоин ожидает огромную денежную инъекцию в размере 27 триллионов долларов. Да, это то, что рано или поздно случится, и это причина, по которой биткоин взлетел выше 30 тысяч долларов. И это также причина, по которой биткоин продолжит расти до гораздо более высоких максимумов в будущем. Может не завтра и не в этом году, но это должно обязательно случиться. Сегодня поговорим об этом и другом, но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк прямо сейчас. Это действительно очень важно для меня. Так я понимаю, что делаю это не зря. Давай наберем, как обычно, 2-3 тысячи лайков. Большое спасибо за твою безумную поддержку. Биткоин-терапевт сделал всю работу за меня и нашел всех крупных игроков Уолл-стрит, которые заявляют о намерении войти в криптовалюту. Просто посмотри на все эти институты, которые идут в нашу индустрию. И я говорю не только про биткоин, я говорю про всю криптовалюту. Прежде всего это BlackRock, это почти 10 триллионов долларов под управлением. А также у них есть партнерство с Coinbase, которое они собираются использовать как криптокастодиан для себя. Fidelity – это 4 триллиона долларов активов, и они делают все. Они являются кастодианом, они предлагают торговлю криптовалютами своим клиентам, они предлагают решения по управлению капиталом. И Fidelity стоит за той самой новой криптобиржей в США – EDX Markets, которые создают Schwabbs, Fidelity и остальные крупные институционалы. Fidelity также ожидают запуска своего собственного биткоин-ИТФа. JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, B&E Mellon, VSCo, Bank of America – все эти крупные финансовые гиганты либо подают заявки на создание биткоин-ИТФа, либо собираются заняться торговлей криптовалютами, либо собираются заняться кастодиальным обслуживанием криптовалютных клиентов. Все они в той или иной мере уже сотрудничают с некоторыми крупными игроками из мира криптовалюты. В целом, общий капитал финансовых организаций, которые заинтересованы в биткоине, составляет космические 27 триллионов долларов. Но это только самые крупные игроки. В этом списке мы не видим других, у которых, скажем, сотни миллиардов или десятки миллиардов долларов. Мы видим, как огромные масштабные игроки приходят в это пространство. Именно поэтому я крайне удивлен, как кто-то может оставаться биткоин-медведем на протяжении последних десяти лет, когда он видит то, как меняется это пространство, как меняют свое мнение игроки с Уолл-стрит, крупнейшие инвестиционные фонды мира, BlackRock, Fidelity, JP Morgan, которые еще несколько лет назад презирали биткоин и относились скептически к нашей индустрии. Сегодня все не участвуют в гонке. Кто же больше привлечет криптовалютных клиентов? Я хочу показать тебе очень крутое видео с канала CNBC. Здесь мы видим автора книги «Черный лебедь», который очень-очень негативно высказывался о биткоине и криптовалютах. Не хочу копаться в его высказываниях долго, поэтому просто покажу тебе одно, чтобы ты понимал, как он относится к биткоину. Биткоин – индикатор имбецилов, и он не изменил своего мнения, как ты ожидал, нет. Своё мнение изменил сам CNBC. Вот такой неожиданный твист. Просто посмотри это видео, я переведу его специально для тебя. В любом случае, биткоину уже 13 или 14 лет. Ну да. И все это время мы ведем спекуляции о нем. Давай посмотрим на изменения за это время. Используется ли криптовалюта для реальных транзакций? Нет. Это просто культ. Но теперь это часть бизнеса. Люди без доступа к банкам пользуются им. Люди, которые ездят на заработки в другие страны, отправляют свои заработки обратно на родину в биткоине. Да, кто-то включил музыку, так что будем сегодня под музыку записываться дальше. Ну, он сделал прямо противоположное своей миссии хеджирования против инфляции, потому что он рухнул, когда инфляция начала расти. Ну, знаете, люди были негативно настроены тогда, когда биткоин стоил 10 долларов. Но вы можете посмотреть на любые акции, которые достигли 100 долларов. Они начинали с одного или двух. Так что, когда вы смотрите на такие вещи, вы не смотрите на прошлое. Вы смотрите на просадку, которую вы можете испытать. А значит, первое, биткоин это не хеджирование против инфляции. Второе, он может и хорош для транзакций по мелким сделкам, но не годится для отмывания реальных денег, потому что его легко отследить. И третье, это практически первый случай в истории мира, когда у нас есть культ, понимаете? А что вы думаете о том, что BlackRock теперь пытается запустить биткоин ETF? Также Citadel и ряд игроков с Wall Street, которые длительное время тоже были биткоин-скептиками, как вы. В свое время я начал позитивно относиться к биткоину, потому что был разочарован политикой ФРС. Но потом я понял, что произошел даунгрейд. Другими словами, я перешел от чего-то плохого к чему-то гораздо худшему. По крайней мере, в случае с ФРС у нас есть прозрачность. Мы знаем, что происходит, и мы можем на это влиять. Хотя криптовалютам можно сказать спасибо, ведь произошло то, что в следующем месяце выйдет FedNow, и центральные банки сделают транзакции проще, быстрее и дешевле. Заметь, как он ушел от вопроса о том, что BlackRock, Fidelity, Citadel, Schwab и другие крупные игроки у Wall Street заходят в криптовалюту. Собственно, это и есть яркий пример биткоин-медведя. Как можно говорить, что биткоин обрушился, если он стоит 30 тысяч долларов? Хотя, когда Насим впервые говорил о нем, он стоил 3 тысячи долларов. Все еще есть люди, которые скажут, эй, знаете что, биткоин это новый пузырь даткомов, это новый пузырь тюльпанов, это схема Понс или финансовая пирамида, но спустя столько лет мы опровергали это так много раз. Может ли биткоин противостоять рецессии и пережить ее? Да он делает это прямо сейчас. Я имею в виду, что на каждый аргумент, какой биткоин плохой, за эти годы уже нашелся контраргумент. Так и будет продолжаться впредь. И знаешь что? Похоже, что в Гонконге тоже это поняли. Гонконг и Китай стремительно движутся в криптоактивы и биткоин. Это произошло 15 июня. И в этой статье говорится, что гонконгские регуляторы давят на банки HSBC, Standard Charter и Банк Китая, чтобы они начали работать с криптоклиентами. Ты просто вдумайся в это. Регуляторы давят на банки, чтобы они приняли крипту. Да где это видано вообще? Сейчас HSBC является крупнейшим банком Гонконга. И когда я впервые прочитал этот заголовок, я не придал ему особого значения. Но затем я нашел кое-что с этим связанное. И это меня просто поразило. Ты должен кое-что понять. Это очень важно. И это то, что Гонконг отличается от материкового Китая. Население материкового Китая около 1,2 миллиардов человек, а в Гонконге проживает около 8 миллионов. Китай это не Гонконг. Это одна страна, но две системы. И когда мы говорим об этих вещах, не нужно думать, что каждый из этих 1,2 миллиардов человек автоматически зайдут в биткоин. Это еще не так. Поэтому на встрече в мае управление денежного обращения Гонконга поставило под сомнение банки и их нежелание принимать криптовалютные биржи в качестве клиентов. Как написано в этой статье, в последнем документе о 27 апреля опубликованном Financial Times управление заявило, что проверка банков в отношении потенциальных клиентов не должна создавать чрезмерного бремени. Особенно для тех, кто создает офисы, биржи и компании в Гонконге. Например, те биржи, которые переезжают из других стран. По сути, регулятор Гонконга говорит банкам, хватит тянуть время, просто дайте уже этим людям зеленый свет. Давайте впитывать всех, пока Америка дает такую возможность. Это просто невероятно. Пока в Америке регуляторы создают кучу проблем и судебных исков, Гонконг буквально наседает на банке. Откройте вы уже дорогу для криптовалюты. И вот что произошло буквально вчера. Та самая связанная с этим новость. Крупнейший банк Гонконга, HSBC, открывает криптовалютные услуги в Гонконге. Клиенты уже могут покупать биткоины эфириуми ТФ. И это очень интересно, особенно в том свете, что институциональные инвесторы, организации и институты массово один за другим подают заявки на открытие своих биткоин-ИТФ. Пока не радуйся, я объясню. Дело в том, что это все еще не спотовые ИТФ. CSOP Bitcoin Futures ИТФ, CSOP Ethereum Futures ИТФ и Samsung Bitcoin Futures Active ИТФ. Все фьючерсное. И я хочу подчеркнуть, что фьючерсный ИТФ кардинально отличается от спотового. Речь идет только о базовом активе. Им не нужно покупать сам актив, в нашем случае биткоин. На самом деле это просто бумажный биткоин. В спотовом же ИТФ им приходится покупать базовый актив. Если это спотовый биткоин ИТФ, им придется покупать биткоин. Поэтому я знаю, что все в восторге от ИТФ сегодня. Но на самом деле не стоит слишком радоваться, потому что это на самом деле просто бумажный биткоин. Фьючерсный биткоин ИТФ. Именно так поступили в Соединенных Штатах в 2017 году, в CBOE и CME, что по сути привело к краху биткоина с 20 до 3000 долларов тогда. Как бы то ни было, это на самом деле все равно позитивно. Я думаю, что это шаг в правильном направлении. И знаешь, что еще кажется мне позитивным? Удивительно наблюдать за тем, как меняются вещи. Мы видим это на примере Дж.П. Моргана. Мы видим это на примере Дойче Банка, Синбиси, даже Международного валютного фонда и множество других людей. И HSBC ничем от них не отличается. Просто посмотри на эту статью от 7 ноября 2022 года. Британское подразделение HSBC выпустило предупреждение о криптовалютах. Они сказали, что крипта это мошенничество. Не прошло и года, и HSBC уже открывает криптоуслуги в Гонконге. Практический разворот на 180 градусов. И напоследок, ETF сейчас находится на пике популярности. Об этом сообщает CoinDesk. Фьючерсы на биткоин привлекают самые большие деньги после обвала Terra Luna. Открытый интерес подскочил до 11 миллиардов долларов. Это самый высокий уровень за год. Итак, мы наблюдаем большой приток средств, цифровые активы. Это самый высокий за год после того, как BlackRock подает заявку на спотовый биткоин ETF. Помнишь разницу между спотовым и фьючерсным ETF? Если BlackRock спот биткоин ETF будет одобрен, это будет уже совсем не то же самое, что было в 2017. Тогда были одобрены первые фьючерсные биткоины ETF и CME. Посмотрим, что будет дальше. Но, тем не менее, будущее для биткоина выглядит позитивным. 27 триллионов долларов в ожидании. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok